Микс Ньюс Продолжаем 11 апреля, утро, последняя часть, заканчивается потихонечку, и вот на последнюю часть мы вам припасли красоту и искусство. Это Евгения Лисицына, органистка у нас знаменитая в студии. Здравствуйте. Добрый день. 30 апреля в церкви Святого Иоанна будет концерт, на который вот вас госпожа Лисицына хочет пригласить. Приглашайте, пожалуйста, расскажите, что будет на этом концерт. 30 апреля я буду играть Баха и Вивальди. Ну, Вивальди, вы знаете, вот с ним такое. Я предлагаю сыграть там Рейгера, да, а мне говорят, нет, давайте лучше Вивальди. То есть это настолько популярная музыка, что... Но она не становится такой немножко уже попсой от классики, вот Вивальди? Ну, честно говоря, я вообще думаю, что для того времени это была попса. Другого ничего не было. Это такая музыка, которая услаждала слух. Венеция, Вивальди, всё это такая красота. Но уже даже звук имени Вивальди, да, он уже звучит. Да, да, всё, божественно, да. Ну, самое удивительное то, что мы о нём узнали чуть больше, чем 100 лет назад. Хотя Бах его знал. И он брал его музыку, перекладывал для органа, был знаком. Но потом это всё под спудом пролежало не одно столетие. И вот в начале прошлого столетия откопали. Вот хорошо, что откопали. Ну, Господь Бог знает, что делать. Вот эти концерты, их четыре, начиная с весны, как времена года, да, пользуются огромной популярностью. Если Вивальди, это значит полный зал. Раньше просто орган, значит, полный зал. Сейчас уже немножечко не так. Но если Вивальди, то точно. Ну, Бах всегда, конечно, без Баха нечего. А что, на Бах не полный зал, на Баха? Да, тоже полный. Но, понимаете, Бах – это прекрасно, это замечательно. А в Вивальди как бы немножечко другая струя. Что-то такое более лёгкое, да? Ну, такое небольшое развлечение для публики, да. Кого больше приходит? Приходит, может быть, детей знакомить, вот, с Вивальди? Ну, все приходят. Все, да, всех знакомят, да. Ну, Баха там будет так, две пьесы, одна совершенно изумительная. Партита, соль минорная, «Приветствую тебя, Господь Бог», Иисус. И по Сокале, по Сокале тоже. Эти два совершенно гениальных сочинения, которые, можно сказать, особенно Партита, раскрывают возможности инструмента. Потому что там вариации, один из вариаций на тему хорала. Сначала демонстрирует сахарал, а потом эти вариации, которые дают возможность органисту показать орган во всей его красе. Я считаю, что это гениальное сочинение. И по Сокале, ну, она, я думаю, что все уже знают, и уже просто может ходить на по Сокалью, как такую. Вот, а Вивальди, да, да. Как-то так, знаете, Вивальди, как будто вот вы вынуждены его все-таки сыграть. Вынуждены, да, потому что, да, я вот недавно была в Челябинске, подавала программу. Нет, пожалуйста, не надо, давайте лучше Вивальди. Ну, я не против. Знаете, как роминорная токата, это уже играть не хочется, а когда садишься, увлекаешься. Ну, это, наверное, у каждого музыканта есть какое-то произведение. Ну, да, да. Которое его все время заставляет. Роминор – это у всех, не у музыкантов, у всех людей. Я помню, я приезжаю в Италию, у меня спонсор такой, он меня как только видит, сразу. Только он, знаете, как бы мой логотип. Поставьте ему уже рингтон такой на мобильник. Давайте примем звонок у нас. Давайте. Послушайте, вот, приложите наушники. Да. Можно так снизу. Да, пожалуйста, здравствуйте. Слушаем? Да, слушаем. Добрый. 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 Очень приятно слышать вас. Спасибо. Я помню, в советские времена слушал в Думской площади. Вот вы как раз сняли вопрос. Ну, я понимаю вас как исполнителей, как музыкантов, но без реминорной токаты, мне кажется, ну, полюбите нас, полюбите слушателей. А вы придете на концерт, простите, я вас перебила. Вы придете на концерт? Я обязательно сейчас приду. Я для вас специально сыграю реминорную токату. На бис. Это точно? Вы представляете, чего вы добились своим звонком? Да. Это такой подарок. Обещаю. Спасибо большое. Удачи. Да, спасибо. Всего доброго. Ну, наушники положить, да? Да. Ну, все, вы пообещали теперь. Ну, я себя приперу к стенке. Ну, я говорю, что я к ней отношусь, некоторые органисты называют ее эпидемическая токата, это эпидемия. Но когда начинаешь ее играть, очень увлекаешься. Что-то в ней есть завораживающее. Мистика. Вы вот только что из Москвы вернулись. Там тоже играли это? Тоже бы приходилось? Удивительно, но да. Ну, там они придумали такую вещь. Они придумали, взяли оркестр, пригласили, и оркестр играл в быстрой части. А я играла все медленные. Интересно получилось? Это не первый раз уже. Ну, первый раз мне как-то не очень понравилась эта идея, как идея. Но что-то в этот раз я поняла, что в этом что-то есть. Ну, потом я сыграла еще сонату Медельсона. Она чудесная, красивая. Там Медленная часть просто божественная. А где вы выступали в Москве? Собор Петра и Павла. Это на Старосадском переулке. В одном месте вы выступали, да? У вас было несколько концертов, правильно? Нет, было один концерт. Несколько концертов в Бибальде. В одном концерте. Да, да. Это кафедральный лютеранский собор. Как там орган? Орган, вы будете смеяться. Это все равно, что наша старая Гертруда. Такого же инструмента. Прямо вот под вас, да? Буквально. Простите. Значит, только немножечко меньше. А как вы так его нашли? Вы узнали о нем давно? Я много раз там играла. Очень много раз там играла. Ну, как нашла? Мне позвонили, пригласили. Просто именно такой орган-близнец, я имею в виду. А, ну, вообще, каждая фирма органы выпускает. Много инструментов по миру. Заур – это знаменитейшее. Еще во времена Баха существовало. Но он все равно может в разных соборах звучать по-разному. Это сто процентов. Конечно, под каждое помещение орган-остроители выбирают, какой будет величинный инструмент, как он будет звучать в этом зале. Ну, в общем, это целая наука. Евгения Лисицына у нас в студии. Пользуйтесь случаем. Задавайте вопросы. Вот кто-то звонит, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Доброе утро. Добрый день. Да, добрый день. Здравствуйте. Большое спасибо, что у вас такой гость. Мне было 14 лет, когда я каким-то непонятным образом, я рижанинцем, да, попал в Думский собор. И тогда я первый раз услышал токату Ре Минор, а после этого было Реквием Моцарта, там какой-то московский хор был. И после этого я больной этим. Невероятно. Спасибо вам большое. Кстати, Сиплнекс, если помните... Конечно, помню. Как не помнить, коллега. Это ваш, ваш коллега. Да. Ну, приходите на концерт, вот, Святого Иоанна, 30 апреля, да, вот, Евгений играет там. Когда будет? 30 апреля. Во сколько, скажите? Если я не ошибаюсь, в 7 вечера, но надо уточнить, точно не знаю, потому что бывает так, что... Это я найду уже. Да, да, да. Это я с удовольствием еще раз послушаю токатуру. Да, с удовольствием. Спасибо за звонок. Спасибо вам. Все, пожалуйста, приходите на концерт. Евгения Лисицына чудесно играет. И, ну, вот, кто слышал, там не надо рассказывать. Вообще, как-то неблагодарно это рассказывается, как играет музыкант. Надо слушать. Ну, еще не убирайте, нарочники, еще вам звонят. Давайте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я, конечно, слушала вас и в Домском соборе, и в Гертруде, и даже в церкви Петра с вашим личным органом. Но у меня вот сохранилась пластинка, большая виниловая пластинка. Музыку семьи Бах исполняет Евгения Лисицына. Это что-то уникальное. Я ее храню как зениток, а тем более, что могу ее прослушивать. Очень приятно. Но у меня такой вопрос. Да, у меня такой вопрос. Какие у вас последние записи есть? Может быть, что-то на дисках? Вот хотя бы две последние записи. Ну, самое-самое последнее, что вышло, это мусоргский. Картинки с выставки с ударными инструментами. Пятнадцать инструментов. Можно положить рядом наушники, уже не держите. Да. Да, говорите просто. Да, это мусоргский. Так вот это вот последний выпуск. Вообще сейчас выпускать что-нибудь, и концерты играть, и выпускать диски надо, чтобы занимался какой-то человек этим. Я в этих делах очень слаба. Я могу сесть и играть сколько угодно, что угодно. А организовать я не умею. И вот чтобы выпустить диск, это надо всех как-то собрать, что-то там. Спонсоры должны быть. Вот этот же самый мусоргский. Я платила музыканту, ударнику. Потому что я понимала, что другого способа нет. Причем он отказывался брать деньги. Я говорю, как за работу надо? Нет, вы такая. И мне просто честь, что я с вами играю. Вот так вот было. Так мы можем сказать. По-моему, неплохая запись получилась. 30 апреля, пожалуйста, приходите все в церковь Святого Иоанна. И в 7 часов вечера на концерт... Я не базница. Да, я не базница. На концерт Евгения Вестицына. Будет вам таката Раминорка, будет вам Бах, будет Иванди, вам все. Да, 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 все будет. Уже уговорили Евгения сыграть. Было в вашей жизни орган, который вам не подошел? В котором вы подошли и поняли, что вот не... Нет, такого не бывает. Просто у тебя нет выхода. Тебе надо играть на этом инструменте. Он тебе может не нравиться, он может быть трудный. Его надо, как бы так сказать, как коня. Обуздать. Да, понимаете? Но играть надо. И у тебя нет выбора. Нету такого. Будешь играть, не будешь. Нет, ты приехал, ты играешь, все. Но обуздать это каждого надо обуздать? Каждый орган. Конечно, конечно. И тот, который нравится, тоже нуждается в этом. В общем, это все непростая вещь. В отличие, скажем, от пианистов и скрипачей, у которых в своей инструментике он дома занимается и уже знает, что к чему как. А мы приходим и... Ой, а вот этого нет. А вот это что такое? А вот это... То есть, некоторое время уходит на то, что хотя бы узнать, где что находится. Ведь кнопки всегда в разных местах, регистры, да? Не только регистры, включение-выключение, там еще всякие вещи. Это освоение, причем бывает так, что у тебя было так, что тебе дают полчаса на все это. И ты вообще... Через полчаса концерт. Я помню, я даже прилетела во Фронзе, был такой город, а сейчас он называется немножко по-другому, я уже забыла как. Вот, самолет не летел, и я прилетела, два концерта было, и на первый концерт буквально публика сидела, меня ждала. А я быстренько даже все вещи у меня были, уже с собой я взяла. Быстро, за полчаса я сделала регистровку и сыграла концерт. Думаю, ну сейчас утром, повтор был на второй день, тоже программа я должна была играть. Утром сейчас поработаю, сделаю регистровку, пришла, смотрю, ничего менять-то не надо, все как надо. Правда, инструмент не очень большой, там не такая уж колоссальная работа. Вот, скажем, Домский, когда приезжает, я жалею органистов, которые должны его освоить, его надо освоить. Домский собор, да? Домский, там 126 кнопок. Еще звонят вам. Да? Да. Да. Да, здравствуйте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Не дождался слушатель, ну перезвоните, пожалуйста, еще может быть, да. Я даже буду держать эту штуку. Вот Евгения Лисицына держит наушники, чтобы перезвонили. Жду вашего звонка. Такое вот нечасто увидишь. 672-12-93-9, 672-13-93-9, если вы вдруг забыли номера. Ну, в любом случае, я пока успею вопрос задать. Давайте. Что у вас с Домским-то? Так и отношения не наладились с собором? Вот уже пять лет, как я. Не пускают просто, да? Вы знаете, что я в Ригу приехала из-за Домского. Я знаю, вы нам рассказывали же, да? Да, да. И наши слушатели вас там слушали регулярно. На котором я сыграла больше тысячи концертов. А что вообще за отношения такие? Я не понимаю. Я не понимаю, в чем дело. Вот было такое, что, значит, я сыграла концерт и спрашиваю ту даму, которая сидела на этих концертах, да, и организовывала, я говорю, а когда будет следующий? Не знаю. Первый раз я такое услышала. Ну, ясно. Как? Я говорю, а почему? Неудобный вы человек. Да. Почему? Ну, много органистов. Понимаете, все органисты могут играть, многие. А я, который там, знаете, я приезжаю в Москву, кстати, меня там объявляют, главная органистка Домского собора. Я как-то услышала, боже мой. Ну, и вы бренд, и домский бренд. Поэтому для них-то понятнее будет, да, если... Я не главная и не органистка, и не Домского собора. Они говорят, вы не главная, вы самая главная. А вам звонят тем временем. Да, я слушаю, да, извините. Извините, я заболталась. Алло. Да, слушаю. Извините, пожалуйста, Евгения, да. Я не успел просто звонить, не успел вопрос задать. Я подумал, а он действительно интересен. Извините, Сергей. Скажите, пожалуйста, значит, Моцарт, Бах, Вивальди и так далее, последние 30, 40, 50 лет, как развивалась, развивается органная музыка? Пишут ли произведения кто-то из современных композиторов или это осталось на уровне средних веков? То есть, вот, 18-й, 19-й. Какое направление сейчас? То есть, немножко, вот коснитесь, если есть, буквально пару минут современного направления. Замечательный вопрос, я думаю, Сергей. Можете положить наушники и рассказывать. Люди находятся в поиске, композиторы, которые пишут для органа, находятся в поиске. И они кое-кто, кое-что интересное находят. Но, вот такая ошибка, которую, как правило, совершают. Люди пишут для инструмента, не зная его. Уже с этим я сталкивалась не раз. Во-первых, надо знать его возможности. И, во-вторых, знать пределы. Невозможно использовать инструмент, скажем, как фортепиано. Очень многие пишут для фортепиано. И потом говорят, это для органа. Это два разных инструмента. При похожести внешней, внутренней, это совершенно два разных инструмента. Вы консерватор в этом, да? Нет, я не называю это консерватором. Я просто взываю к людям, которые пишут музыку для органа, изучить инструмент. Причем тут консерватизм, я не знаю. Ну, просто сейчас и такую музыку играть на этих, написанную там для фортепиано играть. Ну, вы знаете, чаще всего ее сыграл один раз, а потом уже не хочется играть. А, как, да. Но это все, я не думаю, что это такие вот эксперименты, они не останутся. Может быть, из этого когда-то что-то вырастет. Скажем, во времена Баха тоже же его не воспринимали, даже ругали. Что это вы там добавляете, какие-то фентифлюшки, что это вы там делаете. Не как было до того. Бах и фентифлюшки. А что сейчас, да? Это космос. А вам приносят что-то из произведений на пробу? Бывает, бывает. Не часто, конечно. Не могу сказать, чтобы как-то это осталось в голове, в душе. Вы честно потом говорите, что вот, ну, не зацепила. Ну, чаще всего я понимаю, что ждать нечего. И я просто стараюсь не брать даже это. Потому что это колоссальнейший труд, и который, получается, напрасный. Что-то выучить. Тем более, что у меня был такой пример. Я играла знаменитейшего композитора Мессиана. Он писал серийную музыку. И вот там первая часть. Органная книга. У Баха органная книжечка, а он написал органную книгу. Семь пьес. Ну, одна из этих пьес мне запала в душу. Я ее с удовольствием играю. Пение птиц. Это, конечно, изумительно было. А некоторые были там такие, что... Ну, я один раз сыграла, и больше играть не собираешься. Там, может быть, еще пару пьес из семи, да? Всего три, может быть. И то. Вот «Птица» – это гениальная пьеса из всех пьес. Но это такой знаменитейший композитор. Да? И все равно. Причем он же знал инструмент. Он его использовал, как положено. Но, тем не менее, это вот поиски. Поиски, понимаете? Должно сложиться все. Да. Ну, все, заканчиваем. Евгения Лисицына у нас была в студии, приглашала вас на концерт. Многих, мне кажется, мы убедили в том, что надо прийти. Еще раз, пожалуйста, вот под конец, если вдруг кто включился, в этот момент у нас в студии Евгения Лисицына, 30 апреля будет концерт в церкви Святого Иоанна. Я хочу, чтобы вы сказали, что вы там сыграете, потому что чтобы потом у меня… Милости прошу. Потом у меня не было претензий. Будет «Партита», будет «Пасакалия» и будут «Времена года». Это, так сказать, то, что всегда любима всем. Так что все слышали, что «Раминор», «Таката Раминор» будет обязательно. Да, и объявляю, на бис играет «Таката Раминор». Так что бис, слушатели бис. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Да, очень успехов вам всем. Спасибо, спасибо. Всего доброго. Ну, заканчиваем на этом. Наталья Михайлова, Анастасия Смоловская, Евгений Копиин с вами провели сегодняшнее утро. Впереди у нас еще есть программы. Что у нас впереди? У нас впереди, значит, в программе «Разворот» 12-15 будет разговор, такая дискуссия про эффективность препарата «Регвир». То есть вы знаете, что сейчас он не используется в Латвии. Вот одни за, другие против. В общем, попытаемся найти какую-то золотую середину в этой дискуссии. После 15 часов у нас будет в студии программа «Абонент доступен». И дистанционно по скайпу будет священник Русской Православной Церкви Протеерей Всеволод Чаплин. После 16 часов программа «Абика Элкина. Прямая речь». Всех ждем. Его гости будут сообщены вам дополнительно. Спасибо и хорошего дня. До свидания. Спасибо.